МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей Павлов – завеститель заведующего кафедрой Организации безопасности движения Алтайского государственно-технического университета. Геннадий Вячеславович, у меня первый вопрос будет к вам. Как вы оцениваете дорожную обстановку в городе, в частности, в районе Нового рынка, проспекта Калинина? Конечно, обстановка сложная. В час пик движение очень плотно идет. Инспекторы ДПС в местах, где затронено движение, занимаются ручным регулированием, обеспечивают безопасность дорожного движения, бесперебойное движение транспорта. Конечно, с наступлением зимы движение транспорта ухудшилось. В связи с тем, что дорожные условия такие, транспорт движется медленнее, и поэтому пропускная способность транспорта, конечно, похуже, чем было в летние периоды. Но надо сказать, что в первое время, когда водители еще не привыкли, когда закрыли движение по проспекту Ленина, движение было гораздо хуже. Можно сказать, что это самая напряженная сейчас точка. Да, да. Проспект Калинина, Профинтерна, Калинина-Кулагина, Калинина-Аносова. Там движение в час пик, то есть когда вечером транспорт направляется в спальный район, Ленинский, индустриальный. Движение в ту сторону затруднено, и утром в центр города. Я правильно понимаю, что вам сейчас приходится периодически подключать наряды ДПС, чтобы как-то регулировать движение? Да, они постоянно работают на таких проблемных перекрестках, и если есть необходимость, вмешиваются, либо происходит дорожно-транспортное происшествие, быстро принимают меры, оформляют и убирают транспорт, запускают движение. Сергей Николаевич, ну а как вы оцениваете дорожную обстановку? Можно ли сказать, что мы еще отделались малой кровью? Потому что перед закрытием моста общественники, жители города говорили о том, что город может вообще просто встать, то есть нас ждет вот такой транспортный коллапс. Неужели все так плохо? Ну, как оказалось, что не совсем плохо, что у нас все-таки дороги едут, конечно, в пределах своей пропускной способности, но в то же время ожидания в очереди занимают не астрономических каких-то временных затрат, а более или менее можно проехать. Конечно, ситуация ухудшилась как и по Калинина, так и по проспекту Павловскому тракту, по проспекту Строителей. Ну, скажем так, не катастрофически. А вообще водители адаптировались? Вот сейчас уже меньше такого ступора у людей, когда они едут где-то по Аносово, на Калинина? Да, конечно, уже водители привыкли. Кто-то выбрал новый маршрут, кто-то воспользовался общественным транспортом, до работы доезжают еще быстрее. Наши зрители заметили, что с улицы 2-й Строительной недавно разрешили поворот на проспект Строителей. В связи с чем изменилась схема движения и как это повлияло на пропускную способность? Это изменение связано с тем, что поступило много заявлений, жалоб от водителей. Они, объезжая заторвую ситуацию на перекрестке Павловский тракт Советской Армии, выезжают через проспект Коммунаров, улицу Юрина, на 2-ю Строительную и здесь объезжают тем самым пробку на улице Советской Армии. Сначала, нарушая правила дорожного движения, левый поворот совершали, ну и поступало много жалоб. Принято было решение разрешить поворот налево со 2-й Строительной, тем самым разгрузить перекресток транспортом. Предлагаю обсудить итог, подвести про выделенные полосы для общественного транспорта. Сергей Николаевич, показали ли они свою эффективность? И как Вы считаете, можно ли их, стоит ли их оставлять, даже когда уже мост будет построен? Естественно, они свою эффективность показали. То есть при выборе, скажем, транспорта, проезда до места работы, некоторые не скажут, что сильно много это будет людей, но часть людей выбирает общественный транспорт. Это, кстати, видно, потому что участились жалобы сейчас работы на общественный транспорт, поскольку нагрузка на него возросла, а он, естественно, был рассчитан на прежние объемы работы. И выделенные полосы позволяют гораздо быстрее добираться до работы, чем на личном транспорте. Естественно, часть людей выбирает это преимущество работы. Естественно, что пока Ленина, скорее всего, выделенные полосы не оставят, а, допустим, по Ленина, по проспекту Ленина, по проспекту Строителей, я думаю, что есть целесообразность их там оставить. Как раз специалисты, работающие на вашей кафедре, неоднократно заявляли о том, что людям будет выгоднее пересаживаться на общественный транспорт. Вот вы уже сейчас сказали, что нагрузка выросла на автобусы, на маршрутки. Действительно ли вам кажется, что люди готовы отказываться от определенного комфорта и пересаживаться на общественный транспорт? Ну, как бы сказать, у людей есть два ресурса, это время и деньги. И поэтому, если какой-то вариант позволяет экономить ресурс время, причем существенно, поэтому кто-то, жертвуя при этом комфортом, все-таки надо взвешивать. Согласен ли я, допустим, час провести в личном автомобиле с комфортом, да, там тепло, как говорится, можно музыку послушать, но в то же время добираться до места работы, допустим, час, либо за 20 минут на общественном транспорте, ну, жертвуя каким-то определенным комфортом. И каждый человек, скажем так, решает для себя, готов ли он, скажем, поступить со своим комфортом ради экономии времени. Ну, есть уже какая-то статистика или это просто наше предположение, мы можем просто говорить о том, что, ну, вроде как стало пассажиров в общественном транспорте больше. Ну, статистику, я думаю, знает Центр Транс, который занимается сбором информации о перевозках и регулированием, ну, по, скажем так, по ощущениям, что стало в общественном транспорте пассажиров больше. А что с водителями? Привыкли ли водители к выделенным полосам для общественного транспорта? Да, действительно, сейчас водители двигаются согласно правилам дорожного движения, но встречаются, конечно, и нарушители. Сейчас работают камеры автофотофиксации нарушений транспорта, которые двигаются по полосе, выделенной для общественного транспорта. В среднем за сутки 700-800 нарушений выявляется. Это привыкли? Ну, в основном стараются-то не нарушать, выезжают, бывает какое-то длительное расстояние, проехав, думают, не зафиксирует камера, но в итоге попадают нарушители. 700-800, да? Да, где-то так. А в начале, когда вы только установили камеры? Нарушений действительно было больше. Сейчас камеры более-менее дисциплинируют водителей. Какая сумма штрафа для нарушителей предусмотрена? Сумма штрафа полторы тысячи рублей. В течение 20 дней могут оплатить 750 рублей. Сергей Николаевич, если еще продолжить тему общественного транспорта, вот у меня такой вопрос к вам. Если мы представим условно двух жителей Барнаула, которые, например, работают в центре и живут в одном доме, например, на северо-западной где-то. Один едет на личном авто, другой выбирает общественный транспорт. Если все вот эти вот условия сопоставить, кто из них быстрее доедет до дома? Ну, если в час пик, естественно, что на общественном транспорте. Если рассматривать, даже, я думаю, что в дневное время также общественный транспорт будет быстрее. Единственное, что может выходные, конечно, на личном транспорте будет побыстрее с учетом, ну, скажем, ожидания и так далее на остановке. Но, естественно, что сейчас общественный транспорт выигрывает во времени. А в час пик, я думаю, раза в два, если не больше. Раньше по проспекту Ленина, когда едешь, видишь, что припаркованные машины, и они очень мешают снегоуборочной технике. Из-за этого было сложно какие-то места убрать. Сейчас, несмотря на то, что уже выделены полосы для общественного транспорта, люди оставляют еще машины, несмотря на штрафы, на просьбы? Да, бывают такие случаи, но дорожные службы сразу же обращаются к нам в дежурную часть, принять меры, убрать транспортное средство. Поэтому на ходе владельца автомобиль убираем. Если имеется нарушение правил дорожного движения, то есть стоит под знаком, автомобиль эвакуируют. В ночное время у нас много улиц, на которых выставлены знаки, остановка запрещена, работает эвакуатор в связи с тем, что необходимо убирать улицы. Сергей Николаевич, вот, кстати, если говорить про выделенные полосы, Ленинский проспект, насколько сейчас станет лучше проходимой за счет того, что мы сможем убирать беспрепятственно от снега вот эту вот полосу, которая раньше у нас часто была заставлена машинами? Ну, если вы имеете в виду крайнюю правую полосу. Ну, вообще, у нас местами на проспекте Ленина 4 полосы, где-то, особенно перед перекрестками, в основном у нас 3 полосы. Но зима показывает, что у нас полноценных, то есть 3 полосы для транспорта. Если мы, выделенная полоса, пока позволяет, скажем так, законными основаниями добиться того, что она предназначена только для общественного транспорта. И припаркованные автомобили, которые раньше общественный транспорт мог объезжать, выезжая на вторую полосу, они как бы вне закона, и их необходимо сразу же убирать, расчищая полосу для общественного транспорта. Ну, и поскольку у нас на проспекте Ленина, если до введения выделенных полос было по проспекту Ленина, можно так сказать, даже раньше крайняя правая полоса предназначалась для общественного транспорта и стоящих автомобилей. То есть они все равно по ней ездили. Но при этом общественный транспорт выезжал и на среднюю полосу, существенно ее затормаживая. И введение выделенных полос, скажем так, позволяет упорядочить движение по проспекту Ленина, чтобы и уборка была своевременная, и качественная, и общественный транспорт не совершал, скажем так, маневров постоянных, друг с другом обгоняя. Поэтому выделенные полосы, как бы сказать, упорядочивают движение по проспекту Ленина. А если в дне строительства моста у нас, как вы думаете, через сколько бы лет появились эти выделенные полосы? Ведь вроде как это такой цивилизованный путь, как во многих больших городах. Понимаете, выделенные полосы, они, это не определяется цивилизованный путь, это определение целесообразности. То есть нам необходимы выделенные полосы, потому что тогда мы эффективнее будем доставлять жителей города, допустим, из центра в, скажем, из центра в спальные районы. То есть если они эффективны, то мы их вводим. Неэффективны, ну без разницы, какой у нас город, Новосибирск, допустим, Барнаул, тогда не надо их вводить, потому что это инженерное решение, а не, скажем, какое-то социальное или политическое. Ну а как же, ну пересаживаем людей на общественный транспорт, это как минимум экологично, мы думаем о людях, которые едут в транспорте. Ну просто для больших городов общественный транспорт эффективнее, а допустим, для мелких городов он, может, вообще не надо общественного транспорта. Где-то, допустим, неэффективно троллейбусные линии или трамвайные линии, хотя как бы это тренд вроде, но необходимо для ведения каких-то определенных решений руководствоваться здравым смыслом и расчетами. А после того, как мост будет построен, вот останутся у нас, возможно, останутся выделенные полосы. А что еще вот эта стройка года и следующего года может привнести в наш привычный уклад, когда ты едешь там из центра куда-то там в сторону потока, да? Может быть, как-то еще что-то изменится в части движения? Ну, в части движения только раньше там было по две полосы в каждом направлении, станет по три полосы в каждом направлении. Что касается существенной разгрузки, допустим, центральной части города, ну, этот путепровод не внесет существенной разгрузки. Почему? Потому что у нас и без него хватает тех мест на проспекте Ленин, допустим, площадь Октября, пересечения с улицей Матросова, северо-западной, где возникают заторовые ситуации. Поэтому сказать, что вот прямо все будет идеально после постройки этого путепровода, нет. Но в то же время, как бы сказать, ситуация несколько улучшится, поскольку бутылочная горлышка, где все из трех полос перестраивались две, оно уйдет. Если говорить про аварийность, какие у нас итоги можно подвести там за последние 11 месяцев? Какая обстановка в городе? За 11 месяцев на территории города Барнула было зарегистрировано 664 дорожно-транспортных происшествий, в которых получили травмы или погибли люди. 32 человека у нас погибли, и 823 получили травмы различной степени тяжести. Но если сравнивать с летним периодом, то рост аварийности у нас наблюдался во время переходного периода, в осенний период, когда ненастная погода, она очень сильно влияет на аварийность, тем самым ограничивает видимость, пешеходов не видно. В это время у нас часто сбивали пешеходов с тяжкими последствиями. То сейчас, когда снег выпал, движение транспорта стало помедленнее, и меньше дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Ну, хочется сказать, что соблюдение правил дорожного движения, знаков, разметки, все это приводит и к улучшению дорожного движения, и к повышению безопасности. То есть, некоторые вещи можно избежать, если мы, собственно, обращаем внимание на знаки, разметку и выполняем требования светофоров и сотрудников ГИБДД. Спасибо большое за эту беседу. Всего доброго. До свидания.